Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Христос Воскресе! Тема нашего сегодняшнего разговора – глава 33 книги Второзакония, той самой книги, в которой Моисей второй раз излагает какие-то важные положения того учения, которое получил он от Бога, которое называем мы сейчас общим таким обозначением, названием «Закон Моисеев», Моисеево законодательство. Эта глава – предпоследнее всего сочинения, и в этой главе мы находим такой текст, в котором Моисей дает свое завещание каждому из колен Израилевых. Скоро будет кончина, и Моисей об этом знает, и вердикт Бога никак не изменить. Он сделал свою миссию, Моисей привел народ из дома рабства, из этой плавильной печи, из Египта, провел сквозь пустыню, сквозь разные тяжелые испытания, был медиатором, посредником при получении закона, правильного истинного учения от Бога на горе Синай, или иначе на горе Хорев. И вот сейчас, находясь за Иорданом, напротив Иерихона, в земле Моава, стоя на горе Нево, Моисей понимает, что его миссия закончена, его жизнь подошла к концу, хотя, как написано во Второзаконии, его нога не ослабела, его руки были крепкие, он был вполне себе человеком полным сил, но вот в этот момент Бог полагает окончание его жизни. Чем проявляется, доказывается, высвечивается одна очень важная истина, что владельцем, хозяином жизни и смерти является лишь один Бог. Итак, завещание, да, завещание, но выражено в форме благословения, так и называется Бераха, вот большое благословение, где в этом завещании Моисей каждого благословляет, каждого благословляет. Ну, мы знаем, что такое завещание, хотя, впрочем, в нашем отечестве они не очень распространены, эти формы таких вот контактов между усопшим и его потомством, его детьми, внуками и так далее. Но мы знаем из разных фильмов, что иногда завещания бывают немножко неожиданные, и, как правило, они кого-то радуют, а кого-то расстраивают. Это когда даешь свое вот кому-то, одному, а не другому, или не другим, или не тем, кто претендовал на твое богатство, твое имущество. Иначе в случае с Моисием для каждого из колен находится что-то, что он хочет ему сообщить, пожелать, благословить, напомнить, поддержать, вдохновить. Для каждого из колен. Мы знаем еще подобный по жанру и по содержанию текст. Это есть, опять же, завещание благословения Иаковом, он же Иаков Израиль, «Своих детей». Это книга «Бытие», глава 49. Здесь уже делает все это Моисей, чем проявляется одна очень важная истина. Для евреев, для Израиля Моисей является таким же отцом, основателем народа, давший ему, впрочем, не имя, но точно уже и землю, землю и направление в истории, как и Иаков Израиль. Еще одним подобным по содержанию текстом, где про каждое из колен что-то рассказывается, что-то описывается, что-то желается, опять же, есть известная песнь Девора из книги Судьи, глава 5. Поэтому у этого нашего сегодняшнего текста есть подобные по содержанию главы во всем Ветхом Завите. «Колено». Что такое колено? Колено Израилево. И вот он пишет дальше, вот мы читаем, значит, «Благословен Рувим» или «Благословен Иуда». Какой Иуда? Иуда уже нет, лет, может быть, 300 уже нет. Иуда, это был далеким предком какой-то группы населения. Конечно же, имеют в виду какие-то племена, да, вот такие большие роды, которые были связаны чем? Они были связаны тем, что восходили к какому-то из детей Якова Израиля. Рувим, Иуда, Вениамин, Иссахар, Асир, Завелон, Нефалим, Гад, Дан и прочие колено. Это такие племена, поэтому иногда пишут в литературе так вот и называют племена. И племена шли с Моисеем в чем-то вот они как-то вот, понимаете, имели какую-то, видимо, специфику, какие-то свои, может быть, наречия оригинальные. Короче, вот евреи были народом одним, но состоящим из ряда маленьких народцев, или племен, или родов, или колен, как вот сейчас мы будем об этом говорить. И вот эти племена, они захватывают разные регионы на территории Ханаана и Заиорданьи. Вот. И потом эти племена там живут. В чем сложность, да, текст сложный, в нем есть такие некоторые аномалии даже, друзья. Значит, аномалия первого текста такая, что здесь нет такого довольно не то, что известного, но очевидного колена под названием колена Симеона. Да, Симеонова колена тут отсутствует. Возможно, потому что в дальнейшем очень скоро колено Симеонова слилось с более могучим или активным, что ли, коленом, соседствующим, коленом Иудином. Да, и поэтому вот они вот уже считаются одним из, одним племенем, одним родом, одним коленом. Еще одна сложность такая, что тут иногда указаны разные объекты из географии. Какие-то там вот моря или горы и так далее. И очень тяжело современному ученому как-то вот привязать, да, привязать, где же было колено то или иное. Потому что из книг, допустим, судей или из книг царств мы читаем и находим немножко другие места обитания того или иного колена. Объяснение это очень простое. Действительно, эти группы израильского населения немножко двигались, да, и были маленькие переселения и какие-то миграции, откуда-то их вытесняли, они занимали другие места, поэтому в истории древнего Израиля эти колена, они постоянно немножко так вот двигались. Ну и скажем еще одну очень важную вещь, конечно же, колено-то колено, да, все очень хорошо, но в ходе истории израильской большинство из них оказались уведенными в плен, да, это вот, точнее, все были уведены в плен, а из плена вернулось, вернулись не все колена, а лишь колена южных царств, ну вот это вот, конечно же, колена Иудина и колена Вениаминова, да, другие колена, да, вот имели какие-то уже сложности с тем, чтобы сохраниться, пережить это время вынужденного переселения, эмиграции или рассеяния. Ну и скажем еще, начиная это чтение, что текст довольно архаичен, тут есть много так называемых хапок Селегомена, слова, которые встречаются лишь в одном этом месте и больше нигде не встречаются, поэтому смысл того или иного слова тяжело в силу всего этого как-то вот восстановить. Такие случаи бывают в Ветхом Завете, иногда ученого возникает необходимость лишь предполагать, догадываться о значении того или иного слова. Ну, читаем, а потом будем комментировать. Итак, в Трозаконе глава 33. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, дал пред своей смертью сыновьям Израилевым. Вот очень важное пояснение человек Божий. Благословение, завещание как благословение и в этом отношении это есть ориентир для каждого доброго верующего человека, чтобы твое завещание было как благословение для всех, кто является частью твоей семьи. Он сказал, Господь Синая пришел, он высиял над Сеиром, явил себя на горах Парана, пришел из Мереват Кадеша со склонов с юга. Вот, но тут указываются разные такие горные объекты, это горы, да, Сеир, Паран, вот, склоны указаны, это есть горы, находящиеся в разных местах, известных или неизвестных, ученым современным, вот этого региона, Палестина и около окрестной земли. Показывается этим стихом то, что Бог, его обитание связано в представлении авторов этого текста с горами. Бог живет на горе, Бог как будто бы сходит с горы, и поэтому какие-то вулканы, землетрясения, это то, что показывает нам шествие Бога, или дыхание Бога, или гнев Бога, или жар его гнева. Любит Бог свой народ, все святые в руке твоей, все они у твоих ног, исполняют веления твои. Ну вот, очень такой трогательный стих третий, я вот сразу, у меня такая ассоциация, Бог такой дедушка, вот он сидит на кресле, его окружают, видите, его люди, они святые, да, они, видите, в руке и у ног, исполняют его повеления, потому что дедушка Бог, он, это уважаемая, уважаемая личность, уважаемый член семьи израильской, вот, видите, любит Бог свой народ, много что он делает, наказывает, обрещает, усложняет жизнь, но во всем этом он любит свой народ, больше вы не скажешь. Моисей наставление нам дал, даровал его общине Якова, видите, стих 4 показывает нам Моисея, который фигурирует в третьем лице, то есть, он Моисей, и в этом отношении точно уж не Моисей был автором этого текста, потому что написал бы он, я Моисей, а вообще стих 4 показывает нам то, что генезис, составление формирования второзакония, это есть очень долгий процесс, где были долгие века собирания традиций, переписывания, редактуры и так далее, и во всем этом участвовал как зачинатель всего этого движения и Моисей, и, конечно же, соучастником всего этого движения был сам Дух Святой. И встал царь во главе Иешуруна, когда собрались вожди народа, когда племена Израиля собрались. Ну вот, сравнивается здесь Моисей с царем, вот Моисей царь встал и потом свою Беруху он озвучивает, благословение свое он читает. Вот, значит, царь встал во главе Иешуруна, Иешурун, мы об этом говорили в слове в главе 32, когда толковали ее, это есть довольно редкое и загадочное обозначение Израиля, это Израиль и Иешурун, который, возможно, это обозначение толкуется так, значит, есть слово такое Яшар, чистый, праведный, идеальный, нормальный, да, с позиции Божьего закона, и это вот свойство, как будто бы к этому свойству, к его максимальному выражению призван Израиль, вот, то есть, называется сам народ, весь народ таким понятием праведник или праведный, но это очень редкое обозначение, все встречается около трех раз во всем Ветхом Завете. И вот начинается перечисление этих самых колен, вот, замечу, что тут нет Симеона, потому что, видимо, когда текст этот сформировался, не было уже колена Симеонова, оно было растворено, или оно слилось коленом Иудином, коленом Южного Царства основным, вот, поэтому первый у нас Рувин, Рувим, старший сын, старший сын Якова Израиля, пусть Рувим не умирает, живет, пусть немного людей будет в племени этом. Вот такое странное пожелание, но в чем странность этого, видите, может быть, лучше не пусть, а хоть и немного людей будет в этом племени, то есть, во времена, когда текст формируется, мало было уже потомков племени Рувимова, Рувимлян, их было мало, поэтому главное, чего желает им Моисей, дальше живите, не растворитесь, не ассимилируйте, сохранитесь и имя Рувима несите дальше и дальше века. А потом Иуда, вот странно, да, видите, Иуда, колено, как будто бы номер один, да, вот, главное колено, потому что Иудина колено, это колено Южного Царства, от Иуды Давид и прочие Давидовичи, но, впрочем, сказано об колене Иудинам довольно лаконично всего, одним стихом, как и, допустим, у Рувимия, вот, но немножко стих, конечно же, побольше. Вот, что сказал он об Иуде, услышь, о Господь, глаз Иуды, приведи его к народу его, он своими руками защищает себя, помоги ему справиться с врагами. Видите, некоторые слова довольно загадочные, вот, видите, они были понятны в те времена, тот, что имеется в виду на нам, они не очень понятны. Например, как понимать выражение «приведи его к народу его». Возможно, описывается время, когда вот, северное колено уже находится в состоянии завоевания, завоеванности, они уже в плену, они уже в изгнании, а вот юг держится, сопротивляется. И вот, видите, описываются в окончании стиха войны, которые ведет Иуда. И как будто бы Моисей говорит «сам защити себя, сохрани свою жизнь и прочих тоже вот спаси, возьми за, возьми под опеку». Но этим призывом, призывом выраженным в желании быть успешным воином, хорошо сражаться, защищаться, точнее, хорошо, и исчерпывается пожелание Иуде. А дальше идет колено у нас Левиина. Левий, разначальник колена, которая не имела своей территории, своего какого-то отдельного региона, удела, надела, но которая как будто была рассеяна по всему Ханаану, по всей Палестине. И функцией этого колена не было возделывать землю только лишь там или воевать, торговать. У этого колена была своя такая кастовая функция. Это настоящая каста получается у нас, потому что лишь потомки этого праца Левия могли быть служителями, могли быть служителями в храме. Вот так вот. Лишь Левиты могли служить в храме, в святилище. И вот написано «Твои тумим и урим у того, кто верен тебе. Ты его испытал в массе, призвал на суд вот Меривы. Он знать не знает отца и мать, братьев не признает, не узнает сыновей, слова твои он хранит, соблюдает договор с тобой». Ну, видите, вот имеется в виду то, что Калина Левиана было верно Моисею и Богу в разных испытаниях во время исхода. Написано, что «слова твои, о Бог, он хранит, соблюдает совет с тобой. Он Иакова учит законам твоим, Израилю возвещает наставление твое, пред тобой воскуряет жертвенный дым, возлагают всесожжение на твой жертвенник». А, ну вот забыл сказать «твои тумим и урим». Вообще, дорогие друзья, загадочное очень такое слово, выражение «урим и тумим». Есть предположения, из которых самое вероятное такое, что это какое-то жребий, вот жребий, которое использовал первосвященник для того, чтобы угадывать волю Бога. Поэтому глава этого клана, первосвященник, он мог использовать для такого жребия эти священные предметы тумим и урим. Дальше, вот написано в стихе 10, то, что он учит Якова твоим законам. Описывается то, что левиты обязаны были хранить традицию, хранить наставление, завещание, заветы и учить всему этому окружающий народ. Да, жертвенный дым, всесожжение, воскурение, жертвенники, все это является, так сказать, епархией этого колена. Благослови его мощь, Господь, дела его да будут угодно тебе, тресла недругов его сокруши, пусть враги его не поднимутся впредь. Видите, какие-то описываются здесь конфликты, да, это конфликт, какие-то есть враги, недруги у этого колена, с кем же он, возможно, воевал, да, скорее всего, имеются в виду какие-то альтернативные священства, альтернативные жречества, то есть, те, которые были практикующими жрецами, работали в своих святилищах, региональных, племенных, локальных, но не были из колена Левиена. Вот, видимо, они имеются в виду, и вот надо, чтобы власть левитов росла, а власть его конкурентам, скажем так, их конкурентов, она бы падала. Дальше, колено Вениаминова, у Вениамине он сказал, любимец Господа живет без тревог. Вот, Вениамин, любимец Господа, это потому, что Вениамин был любимым сыном самого Иакова Израиля, такой любимчик, сын старости. Господь защищает его день за днем, и на плечах его покоится он. Вот, видите, довольно, такое довольно мажорное, позитивное пожелание этому колену описывается то, что Вениамин всегда будет в любимчиках. Вот, ну и на секундочку, да, это будет колено, которое во многом будет связано с Южным Царством, которое переживет многие тяжелые эпохи в истории Израиля, которое, впрочем, даст одного из царей, первого царя, того самого Саула, либо Шауля, предшественника Давида, его одновременно и друга, и врага, и покровителя, и желавшего убить для вида человека, а впрочем, Саул или Шауль оказывает, был настоящим, ну, был на самом деле тестем Давида. Еще одного мы знаем Вениамитянина, потомка Вениамина, который знал этот факт и вот хвалился этим фактом, Павел, апостол Павел, который носил еврейское имя, то самое имя Шауля, либо Саула, либо Савла, о котором я выше вам сказал. Итак, дальше, об Иосифе он сказал, «Господь его землю благословил дарами высокого неба и бездны, режащей внизу, дарами, что солнце приносят, дарами, что луны дают, вершинами древних гор, дарами вечных холмов, дарами земли и всем, что на ней, благоволением пребывавшего в Честерновнике, пусть оно главу Иосифа осенит, теме избранника среди братьев». Вот это все про Иосифа. Это мы прочитали уже 4 стиха и это не конец. Вот, значит, Иосиф. А какое такое колено Иосифа нам известно? А такого колена нету, дорогие друзья, нет колена Иосифа и не было никогда. Потому что так получилось, что родоначальниками колен оказываются два сына Иосифа. Это вот у нас будет Ефрем и это будет у нас Моносия. Вот Ефрем и Моносия дети Иосифа и вот эти-то колена нам известны в истории. Какие такие колена? Чем они интересны? Чем они выдающиеся? А вот, дорогие друзья, иногда Израиль, ну вот еврейство, евреи в истории называются именами братцев. Вот, ну, очень часто мы встречали, что Израиль называется, евреи называются Иаковом. И сказал Бог Иакову. То есть, Бог сказал всему Израилю. И даже само слово Израиль, это есть второе имя того самого Иакова. Так вот, дорогие друзья, не все знают, что иногда называется Израиль еще и Ефремом. И Бог сказал Ефрему. Означает то, что Бог сказал что-то всем евреям. Так вот, к чему я клоню, дорогие друзья, к тому, что Ефрем оказывается таким базовым коленом, основополагающим племенем всего Северного Царства. Вот Ефрем, это есть базовое основное колено всей державы Северного Царства. И вот тут описано очень хорошо про дары, что солнце приносит, высокое небо, древние горы, вечные холмы, земля. И все это дары, дары, дары. И воистину, и ученые это говорят, это подтверждают, Север был гораздо более населенным и подородным и богатым краем. И с Северными коленами, с Израилем, с Северным Царством впервые познакомились окружающие народы, когда Юг был в тени своего северного собрата, соседа, вот, никому не был известен, никакой не Иерусалим, никакая не Иуда, Иудея, нет, Север, Ефрем, Моносия, это были главные колена всего еврейства. Вот, тут еще написано про Иосифа, неплохо, он первенец быка, вот так вот, какого еще быка, славен он, у него рога дикого быка, он бодает ими народы, бодает все концы земли. Ну, довольно смелое выражение, да, потому что, вообще-то говоря, бык, это есть символ, это есть выражение вала, да, но тут, видимо, это имеется в виду, дорогие друзья, тут имеется в виду то, что Ефрем, Моносия или сам Иосиф, это есть могучий бык, хозяин рогов, и он победитель всех окружающих хищников, да, он сильнее льва сирийских княжеств, он сильнее, чем, не знаю, чем крокодила Египта, он сильнее, чем пантер или гепард хананских городов, он сильнее, чем какие-нибудь другие хищники филистимских земель, вот он сильнее всех, и эту силу, он, этой силой благословляет своего, своего потомка, своего предка, и при этом потомка, да, вот этих всех людей, Моисей. О Заволоне он сказал, Заволон, радуйся во всех делах, радуйся из Сахара в своих шатрах, они созывают на гору племена, и там приносят положенные жертвы, их питают богатство морей, сокровища, что были закрыты в песке, но оказывается тут на то, что были святилища на территории этих колен, и они были соседями морей, да, море Галилейское, море Средиземное, о Гаде он сказал, благословен тот, кто Гаду обширную землю дал, Гад живет словно лев, разрывает добычу, голову, переднюю ногу, вот опять могучее племя, Гад, он избрал себе лучшее на дело, это на дело правителя, когда собрались вожди народа, правосудие Господнее совершил он, решение Господа об Израиле он исполнил, тут имеется в виду понятно, что земли Гада были земли, которые завоевал уже еще сам Моисей, это земли за Иордания, за Иорданские территории, и вот у Гада была эта земля, то есть он уже все получил, да, но он должен был, и он это исполнил, помог прочим коленам завоевать эти земли, и вот за это его верное слово восхваляет его это благословение Моисеева, о Дане он сказал, Дан, молодой лев, что прыгает с гор Башана, вот загадка, Дан никак не был связан с горой Вассанской, Башан, но тут он связан, ну возможно, как загадка, однажды Дан прежде обитал в этих пределах, опять же, это за Иордания, гор Вассана, о Нефалиме он сказал, Нефалим, отмеченный благоволением, исполненный благословение Господня, влади и западом, и югом, об Асире он сказал, Асир благословен более прочих сынов, да будет братьями он любим, пусть утопают его стопы в масле олив, но понятно, что желают потомкам изобилия и побед над врагами, все это выражено в этих благословениях, в этом завещании, из железа и меди засовы твои ты всю жизнь будешь полон сил закончились благословения, это завещание, и потом заканчивается все это благословением самого Бога, и так, Богу и Ешуруна подобных нет, Ешурун, и мы уже об этом говорили, есть одно из названий Израиля Ешурун, он мчится по небу на помощь тебе, по облакам в личии своем, древний Бог прибежище, руки вечного опора, он прогнал твоего врага прочь и велел уничтожь его, Израиль живет без тревог, Иаков живет один в стране хлеба и вина, где небо источает росу, блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, он народ, чьи победы от Господа, он спасающий тебя щит, он твоей славы меч, пред тобою заискивать станут враги, а ты спины их будешь топтать. Ну, все довольно по-метхозаветному, мы к этому уже привыкли, конечно же, именно вот этими фактами оценивается, исчерпывается вот величие, что ли, этих вот этих колен, изобилие, над врагами победа, безопасность, выживание в непростых реалиях, и всего этого желает, благословляет всем этим Моисей своих соплеменников. Увы, мы знаем, что не все эти благословения сбылись, были и депортации, и многие колена ассимилировали, растворились, и в ходе этих всех событий возникло у евреев оставшихся, да, такая вот мечта, мечта очень трогательная, нам всем понятная, конечно же, что однажды где-то там, где-то там далеко, в Азии, в Персии, в Африке, в Эфиопии, они найдут, или даже в Америке, они найдут те самые 10 колен израилевых, пропавшие, да, вот они, которые, они есть, они вот нас ждут, мы скоро высоединимся, но история показала то, что все не так радостно бывает в жизни, как хочется того нам ожидать, иметь, вот, действительно, факт в том, что большинство колен, они растворились, да, и вот найти их носителей сейчас уже невозможно. Дорогие друзья, мы прочитали очень текст важный, текст завещания Моисеева, обращенный коленом Израилевым, колен, это есть племена, это есть такие большие роды, и вот Моисей желает им просветать, оставаясь верными Богу в святой земле Израилевой. Дорогие друзья, голова прочтена, истолкована, спасибо за внимание, помощник нам в наших начинаниях, портал экзегер.ру, всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...